коллеги добрый день сегодня в рамках уроков по работе во фьюжене мы рассмотрим несколько часто задаваемых вопросов как будет рассматривать мы вопросы будем не просто рисуя непонятные кубики овальчики мы будем рассматривать вопросы в рамках вполне конкретной задачи и так у нас есть задача построить узел который будет регулироваться с помощью сервопривода сервопривод сам рисовать не будем заходим на галере autodesk.com набираем mg996r поиски получаем этот сервопривод эта модель открыта можно ее скачать можно ее открыть спокойно и с ней дальше работать сама идея не создать не сервопривод а узел на этом сервоприводе поэтому мы заморачиваться с разработкой сервопривода не будем просто его открываем открывается фьюжен вот сразу таймлайн заполнился это то что делал человек когда моделировать сервопривод и появился наш сервопривод можно прям здесь моделировать можно его перенести в нашу сборку сейчас посмотрю что у нас тут тут декали давайте соберем свою сборку отсюда вынесем просто так нельзя скопировать и перенести в свою сборку нужно их создать нужно создать компонент компонентов создаем create components from bodies так и все остальные body мы просто переносим этот в эту компонент все теперь у нас декарь не перенеслась но не перенеслась не принеслась нам нужна данная сборка и так мы здесь делаем команд c или control c а здесь мы говорим пейс нею ждем появился наш наш сервопривод нам нужно сориентировать эту компоненту как нам нужно мы будем давайте моделировать вот так значит разворачиваем просто на 90 раз топ был это будет вверх всего все наши всего нашего узла сервопривод должен лежать дальше он будет лежать и лежать должен вот так ну сразу сориентировали по xyz и сразу видно как все должно располагаться все капча позиция сервопривод на месте но сервопривод использовать сам по себе не получается нужно сюда либо качалку поставить качалки тоже кстати есть на здесь тоже есть качалки вот какие-то но он даже таки но мы будем использовать серво хаб вот такой это алюминия сделаны в китае стоит копеечки и держит хорошие нагрузки плюс к нему можно прикрутить любую шестеренку качалку как кому угодно поэтому нам нужно смоделировать задача смоделировать данный серво хаб чертеж есть ну кому не нужно можно использовать качалочки чертеж у нас есть давайте его переносить на нашу сборку буду стараться проговаривать каждый этап словами а здесь будет дублироваться кейкастов потому что было несколько замечаний что непонятно что нажимаешь непонятно что происходит приходится ставить на повтор на замедленное чтобы понять буду постараться проговаривать итак для начала мы делаем все с тем что будет наш хаб будет располагаться где-то здесь да мы выбираем плоскость мне удобно вот от этой плоскости работать выбираем плоскость и создаем панель от этой плоскости конструкционную плоскость asset plane если мы создадим плоскость прям на конструкционную поверхность прям на этой плоскости тогда все эти грани сразу спроецируются нам не хочется пока так проецировать поэтому сдвигаем плоскость на 1 миллиметр и получается что у нас ничего не здесь проецировать еще райд и на этой плоскости надо нам теперь построить наш чертеж говорим create sketch на этой плоскости перед этим мы выбрали плоскость повторю еще раз перед этим выбрали плоскость на которой будут рисовать чертеж и говорим create sketch все теперь смотрим какие у нас основные здесь размеры внешний размер 22 миллиметра c центр центр проверяем центр центр c это рисует окружность с радиусом d радиус 22 миллиметра можно было сразу задача радиус по столку нажали c можно создать нужно создать радиус позже через dimensions через клавишу d создали внешний радиус создаем радиус по которым будет располагаться отверстие он у нас 16 миллиметров опять c опять выбираем центр и говорим сейчас давайте создадим прям здесь зададим прям здесь радиус диаметр 16 миллиметров диаметры задаются сразу диаметр да не радиус 16 миллиметров диаметр 16 миллиметров есть теперь смотрите теперь это отдельный профиль это отдельный профил нам так не нужно она нужно чтобы внутри этой 16 миллиметровый ради диаметр он был просто указателем где располагать наше отверстие для этого мы выбираем этот радиус нажимаем клавишу x теперь смотрите профиль стал один этот это окружен стала пунктиром это означает что стала options construction она не влияет ни на что просто она есть для того чтобы мы знали где что располагать так далее далее нам и нам нужно сделать четырех вот здесь написано что под м4 болтики на самом деле у меня под болтики м3 данное отверстие поэтому делаем их трех миллиметровый трех метровый а до трех миллиметров c выбираем давайте так сделать любом месте мы рисуем 3.2 диаметр 3,2 миллиметра вот у нас появился вот такое отверстие вот такой вот такая окружность теперь нам эту окружность нужно разместить по нашей конструкционной окружности пунктир нам центр должен находиться на ней правильно же вот на 16 метровый центр и отверстие должны находиться на диаметре 16 миллиметров для этого переходим sketch play нажимаем в constraints совпадение coincident выбираем центр окружности выбираем нашу конструкционную окружность и вот совпадение есть теперь если нажимаем move начинаем перемещать окружность она перемещается ровно по этой конструкционной окружности но нам нужно сделать так чтобы для порядка эта точка должна совпадать этой точкой по вертикали я практически что нужно сделать горизонтал вертикал центральная точка и мы получаем зависимость этой точки от этой точки они вертикально совпадают все надо было это отключить сейчас чтобы не париться вот так лучше видно итак мы построили первое отверстие и нам нужно размножить четыре раза скетч церковь а потом объекты мы уже выбрали это окружность который нужно размножать центр давайте можно взять центр окружности можно показать саму окружность ну и количество 4 окей все как мы видим все сделано далее переходим сюда у нас трехмиллиметровое отверстие по центру трехмиллиметровое отверстие по центру с 3.2 миллиметра запаса на их хам тут не указан размер этого хава нет указа 8 миллиметров 8 метров диаметре с 8 миллиметров диаметр и так есть у нас хаб у нас есть сам само тело нам нужно теперь выдавить само тело выдавливаем на 4 миллиметра и экструдировать 4 миллиметра включаем обратно скетч данная хаб нам нужно выдавливать на 8 миллиметров и 8 миллиметров и так это есть далее нам нужно сделать углубление под шляпку болта который будет держать к сервере оно будет на 2,5 миллиметра углубляться но это углубление оно по диаметру такое же как диаметр шестерни включаем и видим что мы не в ту сторону экструдировали но это не проблема говорим давайте я скетч выключим и нам нужно развернуть create mirror pattern type bodice то есть нам уже тела разворачивать относительно какую плоскость разворачивать ну вот давай относительно этой плоскости развернем окей вот у нас появился второй bodic такой какой нужен да либо другой вариант убираем все это либо другой вариант это с помощью move данного тела ось выбираем ось у нас origin включаем вот это по иксу хоп развернули на 180 градусов окей теперь углубление углубление шестерни от сервы в наш хап происходит на глубину 3 миллиметра тут дистанция 2,50 нам нужно 3 делаем move выбираем body выбираем point to point move так первая первая точка это вот наш центр с этой стороны вторая точка это наш центр с этой стороны вот он переместился туда куда нам нужно ну и теперь в принципе нужно его подвинуть просто по оси x на 3 миллиметра опять move выбираем body выбираем движение по осям здесь минус 3 миллиметра есть есть если нужно смоделировать более точно то есть можно взять комбайн отсюда вычесть вот это кат и оставить keep tool чтобы эта шестерня осталась окей да теперь заключаем сервопривод у нас вот такая штучка остается единственное что конечно нужно е минус миллиметр сделать и опять е добавить этот же самый миллиметр нас таким хитрым способом мы срезали вот это есть это есть осталось что нам осталось нам осталось сделать углубление под бок вот этот оно два с половиной миллиметра выбираем плоскость говорим создать скетч и нам нужно просто перенести данную окружность на эту сторону выбрали окружность куда нужно перенести нажимаем булавку п все ну и перенесли project link можно убрать про женщин чтобы не было линковки и говорим е минус два с половиной миллиметра миллиметра в принципе вот наш хаб но осталось укажать что доделать это фаски снять здесь здесь там не указана какая фаска ну вот такая пусть будет для продавал для правдоподобности можно здесь еще нарезать резьбу давайте нарежем create thread m3 все модулит окей резьба нарезана здесь вот ну в принципе также можно нарезать резьбы и здесь везде вот они везде сейчас нарежутся надо не забывай ставить галочку модулит окей все резьбы нарезан далее мы имеем правильно размещенный сервопривод с нашим хабом давайте для красоты нажимаем а алюминиевый хаб серво хаб готов теперь нам нужно разместить сверху нашу качалку качалка будет 3d печатная поэтому все это затеивается ради этой 3d печатной качалки опять делаем offset plane давайте прямо здесь в этот раз сделаем говорим создать скетч и вот мы видим что на этом скетче уже спроецировали все отверстия которые нам нужны в в принципе нам мы не гордые мы это стерпим единственное что систем что здесь у нас резьбы здесь непонятные отверстия давайте стоп скетч эти резьбы создание этих резьб перенесем перенесем после создания скетча и тогда этот скетч будет иметь вот такой вид вот классно все теперь здесь надо нарисовать нашу качалку рисуем качалочку мы уже скетче для этого сначала для для рисования сначала разметим центральную линию так центральную линию потому что качалка будет симметричным и опять я говорим что она construction нажимаем x или здесь нажимаем вот наша конструкционная линия нарисовалась далее далее на может разместить по этой линии отверстия 3 миллиметровые под под тяги есть одно отверстие кстати она симметричная будет не только в по оси z но еще и по оси y поэтому мы нарисуем еще одну линию она у нас горизонтальная уже езда и она нас construction все отлично так давайте качалку сделаем параметрическую дать для этого заходим change параметр user параметр name длина длина качалки миллиметры давайте за не 20 миллиметров ok теперь длину качалки вот этой задаем через д центр центр и здесь l catch ok показано fx 20 миллиметров теперь если нам нужно изменить когда мы распечатаем поняли что это не то нам нужно примерно 25 миллиметров зашли user параметр изменили 25 миллиметров скетч перестроился ну пока не перестроился пока только перестроились размеры теперь для того чтобы ты старался полностью скетч исходя из этих из этого размера нам нужно все чтобы опиралась конце концов на него для этого тогда здесь выбираем offset убираешь это конструкционный offset 2 миллиметра есть и выбираем внешний радиус внешний радиус нашего хаба и говорим p спроектировали спроекцировали его спроекцировали его и хаб давайте выключим чтобы не мешался вот так теперь мы рисуем часть этой качалки эта прямая должна быть тангенциально к этой окружности и этой окружности посмотрите окружность переместилась нам это не нужно мы для того чтобы не перемещалась должна сделать почему-то их две окружности выбираем окружность нажимаем правой клавишей говорим fix ведь она почернела все она уже с места не сойдет теперь еще разок тангент касательно это окружность все отлично теперь давайте поменяем размер размер поменяем на 21 окей как видим все поменялось все отлично все размеры сохраняются какие нужны касательно сохраняются теперь эта линия должна быть отзеркалирована к по конструкционной вот этой прямой линии окей эти что у нас получается клад красота к ну и это все дело это все дело у нас должна зеркалироваться по вот этой линии окей окей не осталось наших вырезов ну это не страшно мы говорим проекции проектируем весь боди или весь боди не нужен а давайте весь боди спроектируем спроецируем окей и так у нас есть наша качалка практически готова я мы выбираем нужные профили и экструдируем е 4 миллиметра 3 миллиметра только не джоин а не боди окей вот у нас есть наша качалочка кстати здесь неправильно спроецировали для этого для того чтобы исправить этот размер можно создать новый скетч вырезать а можно назвать клавишу выбрать поверхность нажать клавишу q 1 миллиметр естественно с минусом и и все нормально стало есть далее давайте теперь посмотрим как будет изменяться наш скетч наш наше тело при изменении юзер параметров 25 миллиметров окей мы видим что не все было выбрано не так было выбрано поэтому давайте перейдем сюда и нужно нам лишнее лишнее наверное удалить чтобы не было разночтений при экструдировании тут нет тут нет тут нет вроде все и стоп скетч стоп скетч и вот мы видим что все сработало давайте еще разок изменим наши параметры обратно в 20 миллиметров окей и видим что все перестроила все отлично но также давайте для красивости картинки добавим материала а пластик 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 отдавать этого красный красивый пластик переносим на это тело класс вот такой вот у нас получился красивый красный пластик вот наверное на этом все я вроде осветил все вопросы которые были заданы на протяжении всех выпусков уроков если что-то не не попало в кадр значит пишите в комментариях я постараюсь еще снять полезный урок этот проект дальше будет продолжаться тут будет это би коптера поэтому работы много если что-то непонятно есть какие-то задачки которые вам непонятно или хочется дополнительного материала вы пишите в комментариях я постараюсь в следующих выпусках опять же рамках работы над реальным проектом показать рассказать ответить на ваши вопросы вот на этом все ставьте лайки подписывайтесь делитесь соц сетях оставайтесь на канале впереди еще много интересного всем пока пока